Насколько мы понимаем. Александра Гарможапова, журналистка глава фонда «Свободная Бурятия», присоединяется к нашему эфиру. Александра, приветствуем вас. Добрый день. Надеюсь, правильно произнес фамилию. Да, в прошлый раз перепутали, но ничего страшного. Мы в России, особенно те, кто вырос в Петербурге или в Москве, к этому явлению привыкшие. Да. Александра, скажите, пожалуйста, то, что мы сейчас наблюдаем, и мы с огромным сожалению об этом говорим, тем не менее, факт. Очень много бурятов сегодня на территорию Украины пришли с оккупационными намерениями, судя по всему. Почему бурятов массово отправляют на войну с Украиной? Ну, во-первых, я бы хотела опять же проговорить наш месседж, который мы всегда повторяем, что вам кажется, что бурят так много. Бурята на самом деле составляют всего 0,3% от населения Российской Федерации. Ну, и не могут быть там одни буряты. Вы видите азиатов, вы видите людей, может быть, немножечко с восточными чертами, и вам лучше кажется, что это буряты. Вот. Что касается вообще того, почему так много представителей, в том числе национальных меньшинств в Украине, воюющих за русский мир, что звучит само по себе довольно абсурдно. Это связано с тем, что русский мир – это империя, в рамках которой национальные республики находятся в состоянии колонии. Колония – это когда у тебя выкачивают все ресурсы, они все уходят в центр, в митрополию, в Москву, а ты довольствуешься тем, что есть. То, что предлагает Москва, центр, в частности, Владимир Путин, это контактная служба, использование тебя в качестве пушечного мяса в интересах этой же империи. Александра, ну, ведь уже есть звоночки, да, уже есть первые голоса слышны о том, что не хотят воевать, что почему это не наша война, мы не пойдем. Есть ли какое-то, может быть, движение, какой-то протест, который зреет и который может привести к тому, что будет сказано, нет, мы не хотим воевать, мы не хотим, чтобы наши дети, братья, мужья гибли на этой войне, которую вы называете спецоперация. Ну, дойдет ли до этого? Ну, мы не называем ее спецоперацией. Нет, 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 это цитата, да. Да, да, как обращаясь к Кремлю. Это абсолютно точно война, преступная война, несправедливая, поэтому я еще раз это проговорю. Что происходит? Сегодня, кстати, в Бурятии наконец-то приземлился самолет, в котором было около 150 военнослужащих. Это военнослужащие, которые расторгали контракт с Минобороны. Они очень долго добирались до дома. Но почему это произошло, вы недавно могли видеть обращение жен военнослужащих из Бурятии, которые просили заменить их мужей на других мужчин и вернуть их мужей из Украины. На самом деле они использовали такую формулировку в рамках военной цензуры, потому что они просят заменить их мужей. На самом деле они, конечно, просили стопроцентно их вернуть, потому что в тот момент их мужья уже написали рапорты о расторжении контракта. Но получилось так, что после того, как их обращение появилось в сети, автобус с этими мужчинами, которые уже ехали домой, его развернули в последний момент. Их снова отправили на территорию, оккупированную в Украине, и оставили там еще на 10 дней. И вот вчера, наконец-то, вчера-сегодня потихонечку самолеты начали приземляться, и вот там, собственно, есть те, кто уже отказался. Суммарно мы можем говорить о том, что из Бурятии через нас прошло, из тех, кто отказался, 500 человек, около 500. Это все люди, которые говорят о том, что они не хотят воевать, что они не понимают, что они там делают, потому что, ну, главным образом вообще для того, чтобы воевать, нужна мотивация. Какая может быть в данном случае мотивация в борьбе за русский мир? Тем более, если Бурятия не является... Да, есть же еще давление, есть же еще прессинг, то есть там, где не хватает мотивации, будут силой заставлять. А, кстати, если... Так и происходит. Почему к нам обращать? Формально же эта процедура, в общем-то, легальная, да? Ты можешь отторгнуть контракт, это все законно, все нормально. Но им препятствуют, у них не принимают рапорты, делают вид, что их не видят, угрожают им, гаупахты, угрожают им статья на дезертирстве, пользуются тем, что они не знают законов. Чаще всего это молодые ребята, да, 20-20+. Вот, и поэтому всячески им препятствуют. И нам же пишут, смотрите, например, один человек, но на самом деле он там не один. Он говорит, я сохранил телефон, мне удалось, но со мной еще 10-12 человек, которые тоже хотят расторгнуть контракт. Мы подали рапорты, нам не дают возможность уйти, уехать. Что нам делать? И мы их полностью инструктируем. Мы выпускали карточки, показывая поэтапно, что им делать, если их рапорты не принимают. И они, кстати, пишут, что им эти карточки очень помогли. Многие из них действовали в соответствии с этими карточками. Вот, то есть на самом деле движение идет довольно активно. И сейчас, кстати, нужно тоже обратить на это внимание, опять же, на оккупированной территории, на востоке Украины. Сейчас около 17 человек, военнослужащих, среди которых есть тувинцы, есть буряты, есть русские. Они написали три недели назад заявление о расторжении контракта. Их заперли в комендатуре, их не выпускают. И они очень боятся, что их сейчас без экипировки, без всего отправят на передовую, для того, чтобы их там просто тихо застрелить. Вот они нам каждый день пишут, вот сейчас они там находятся в запертии. То есть, интересно, да, если российская армия настолько мотивирована, настолько хочет динуцифицировать Украину, почему вам приходится их вот запирать и заставлять все это делать? Тем более, мы хотели бы еще обратить внимание. Смотрите, так как буряты изначально вышли крайними в данной ситуации, почему это произошло, это во многом сработала кремлевская пропаганда, мы считаем. Во-вторых, бурят кинули первыми на передовую в первые дни войны. Очень много бурят гибло в первые 20 дней войны. Поэтому украинцы первыми увидели бурят, и сложилось такое впечатление, что там массово одни бурят. Мы считаем, и многие буряты к этому стали приходить, что бурят кинули первые именно потому, что их не жалко. Потому что мы не относимся к государству образующим народом, мы не являемся ценным генофондом и так далее. Мы создали первое антивоенное движение. Изначально оно называлось «Бурята против войны», потом мы преобразовали с фонд «Совводная бурятина». Далее мы подтянули тувинцев. Сейчас тувинцы также помогают своим военнослужащим, также их консультируют, также их возвращают оттуда. Они создали движение, которое называется «Новая Тува». Также появилось движение у калмыков, которое называется «Калмыки против войны». Они консультируют, в свою очередь, калмыков и тоже вытягивают оттуда. И общий фонд появился «Азиаты России», который тем же занимается. Опять же вытягивает воюющих оттуда представителей национальных меньшин. Мы считаем, что это очень важно, потому что буряты, тувинцы, калмыки, другие национальные меньшинства – это все те, кто пострадал от так называемого русского мира. Нам очень интересно, почему сейчас в Украине Путин говорит, что мы защищаем русский язык, например. Но при этом, может быть, вы знаете, что в России наши национальные языки были переведены в разряд факультативов и являются необязательными. Александра, это как раз очень интересный момент. Вот те движения, о которых вы сейчас говорите, которые мы можем наблюдать, что это? Это вновь возвращение к национальной идее? Вот той самой идее, которую лишили бурятов, тувинцев, калмыков? Вы знаете, нас на самом деле максимально возмутила аргументация о деноцификации Украины. Вот вы знаете, все, что угодно они могли назвать в качестве причины, в любом случае мы не оправдываем нападение на какое бы то ни было государство суверенное, но деноцификация – это был просто плевок в лицо всем нам, которые жили, росли в России и которые на протяжении многих лет слушали о том, что они чурки, что они мускоглазые, что они хачи, что они, простите, чирножопые. Это все, на чем мы росли. Это нам на протяжении многих лет внушали, что мы являемся вторым сортом. И сейчас вы хотите сказать, что вы будете выступать в роли главных антифашистов? Владимир Путин неоднократно заявлял, что он является главным русским националистом. В многонациональной стране он не имел права такого говорить. Так вот, если Владимир Путин является главным русским националистом, почему мы до сих пор не видим его на лошади с оголенным торсом, выступающим за русский мир и стоящим на передовой? Мы этого не видим. Это очень хороший вопрос. Да. То есть, почему вы хотите за счет национальных меньшинств выстроить опять свой русский мир? Это абсолютно имперская политика. И мы войну с Украиной называем ксенопопской. Потому что здесь же опять идет абсолютное неуважение украинского языка. Говорит о том, что украинского языка не существует. Что это за бред? Тогда мы можем сказать, что и русского языка не существует. Чем русский язык лучше украинского? Говорит о том, что украинская государственность не существует, украинского народа не существует. Это абсолютная ксенопопская политика. Александр, то есть получается, что с таким подходом Владимир Путин мог объявить спецоперацию по деноцификации внутри самой России? А вы знаете, проблема в том, что он уже деноцифицировал народы России. Я считаю, что деноцификация – это русификация. И то, что сегодня уже произошло с народами России, к сожалению, к большому сожалению. Например, буряты не владеют в большинстве своем своим родным языком. Поэтому мы часто им повторяем. Ребята, вы идете воевать в Украину, не зная своего языка, не зная даже своей реальной истории. Многие не знают о том, что вот в этой же украинской, в том числе, к сожалению, пресса, где-то, может быть, стереотипом подверглась, но она не знает, пытается преподнести, что буряты какие-то там отсталые. Но на самом деле вся верхушка бурят в Монголии, точнее, в Бурятии, в 30-е годы была перебита за панмонголизм. То есть их всех обвинили в том, что они работают на японскую разведку. И в частности, в документах... Да, Александр, именно в этом-то и цель вашего появления в нашем эфире. Среди прочего, вот внести правду для того, чтобы люди понимали, как реально обстоят дела. Вопрос следующего характера. А видите ли вы вот то самое возвращение к национальной идее, например, бурятов, для того, чтобы отказаться от русского мира, для того, чтобы отделиться? Насколько это возможно? Я не думаю, что речь может идти непосредственно об отделении, но очень много и активно говорят о федерализации. Вот вы в самом начале даже программы сказали о том, что участвуют в этой войне многие представители Российской Федерации. Беда сегодняшней России заключается в том, что она начала свое становление с большой лжи. Потому что Российской Федерации, как федерации, ее не существует. Это большое унитарное государство, где все подчинено центру. И мы сегодня стали выступать за федерализацию. Мы считаем, что регион сам должен определять свои там социально-экономические приоритеты, свои языковые, культурные приоритеты. Ничего из этого не происходит. Владимир Путин в 2018 году перевел все наши языки в разряд второсортных. То есть глава Бурятии, например, Алексей Циденов, он же даже и слова сказать не может против войны. Потому что как только он скажет слово против, он тут же будет уволен. Это разная федерация. И мы говорим о том, что мы выступаем за то, чтобы было становление реальной федерации. Но, что интересно, официально Российская Федерация. Но уже сейчас появились в СМИ такие публикации о том, что силовикам российским поручено более детально отслеживать призывы к федерализации. К федерализации Российской Федерации. Да, да, да. Да, да. То есть они фактически тоже стреляют себе в ногу. Как они выстрелили себе в ногу, заявив о деноцификации Украины? Я не думаю, что в Кремле не могли знать о том, какая большая проблема в России – расизм и ксенофобия. Они не могли этого не знать. И при всех этих проблемах заявлять о том, что вы будете сейчас выступать в роли главных антифашистов, но это опять же выстрел себе в ногу. Я считаю, что в России... В одну ногу вы себе на вопросе Украины, а в другую ногу у себя дома, собственно. И знаете, вот хотелось бы заметить... Да, да, да. То есть это такой, как это, умный стратег Владимир Путин, как обычно, всех победил. Ну, и вот вопрос языка, вы же понимаете, да, что без языка теряется и сознание нации, и понимание, кто ты, почему ты. Это как было в Советском Союзе. Русский язык был номер один, а все остальные – а, суржик, а, диалект, а, такое незначимое что-то. Ты же веришь, когда в Швеции, извините, на государственном уровне платят сумасшедшие деньги студентам за то, чтобы они писали дипломные работы на шведском, а не английском языке. То есть, когда государство понимает, что нужно поддерживать, оно поддерживает в первую очередь язык и культуру как элемент самосознания. Поэтому я очень надеюсь, что вы будете чаще приходить в наши эфиры, и ваши друзья, ваше окружение будут больше осознавать себя как нация, и мы будем в наших новых встречах говорить о том, об успехах, о том, что получается. А вы же знаете, империя зла, она развалится, как развалился Советский Союз, так и прекратится то, что сейчас происходит, вот в этом кошмаре, в котором мы вынуждены, к сожалению, жить. Александра, спасибо вам большое за это включение, за ваши слова и за то, что вы делаете. Хиру, дякую за важливый диалог. Вау, ничего себе, спасибо. Дякую вам за ваше присутствие. До побачения. Ну хоть скажите, как по-бурятски сказать спасибо? Байрла. Еще раз? Байрла. 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 Спасибо. Да, прекрасно сказали. Ну если что, можете уточнить у Юрия Яханурова, вашего бывшего премьера. Да, да, Юрия Яханурова. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.